так но ничего нового я вам рассказывать не буду у нас как обычно за счет плюс экзамен в этом сместве из глобальных тем у нас строки и геометрия лекции 4 5 будут на строке потом геометрии сколько-то и потом понемножку какие-нибудь вероятносты алгоритмы приближенные алгоритмы вот еще может еще придумаем так а сегодня такие вещи которые возможно многие знают сейчас я эту штуку попробую подвинуть как-нибудь куда спасибо да думаю еще далее обуза кэш откатись спасибо так наверное строки это самое наверное полезное ну кроме каких-нибудь структур данных типа деревьев поиска и деревоотрезков ну и там динамики что мы изучаем за три семестра постановка примерно такая есть у нас строка то есть какая-нибудь последовательность символов скажем длины n в наших модельных задачах мы будем считать что алфавит какой-нибудь маленький в стиле все маленькие латинские буквы а будем писать что я сытая принадлежит множество a b и так далее z вот ну конечно на практике когда вы пишете какие-нибудь настоящие алгоритмы где вам нужно находить вхождение текста в строку делать какой-то поиск по большому массиву данных там конечно символы поразнообразнее но мы будем считать что вот символы такие это нам не особенно будет сужать как-то общность и так есть такой алфавит есть какая-то последовательность символов длины n и здесь могут быть много-много разных задач мы сегодня рассмотрим первую задачу эта задача о вхождении шаблона в текст на честь некий шаблон п это просто строка есть некий текст тоже на самом деле просто строка можно представлять себе чтобы это какое-нибудь слово от это какой-нибудь какое-нибудь художественное произведение и вас интересует где встречается это слово в этом тексте сколько раз он встречается на каких позициях в каком контексте и так далее и вот наша задача это узнать все вхождение или количество вхождений лучше конечно все вхождение прям указывать позиции найти все вхождения шаблона в текст мы сначала наверное рассмотрим мы рассмотрим три решения первое будет с помощью хэшей это алгоритм рабина карпа второе это решение с помощью префикс функции третье с помощью z функции вот это такие самые простые алгоритмы которые позволяют решать в частности эту задачу ну еще многие которые посмотрите или уже посмотрели на семинарах давайте начнем с хэшей это называется полинальное хэширование ну как всегда в хэшировании да если мы хотим сравнивать какие-то объекты или там проверять наличие объектов в каком нибудь контейнере мы хотим хранить не сами объекты а их хэш и их какую-то сжатую запись какой-то хэш функцию от них как всегда возникают проблемы с тем что могут быть коллизии когда разным объектам соответствует одно и то же значение хэш функции и тогда это плохо мы как бы разные строчки посчитали одинаковыми но можно сейчас такое происходит как-то редко или вообще проект на это забить в общем мы будем считать что если есть строка с 0 и так далее с минус 1 то ее хэш функцией будет следующее значение с 0 на п в степени минус 1 плюс с 1 на п в степени минус 2 плюс и так далее в конце будет с минус 2 п плюс с 1 и все это по комнате модулю м по модулю м еще такое pm и что такое буква умножить на число а да да я понял давайте я тогда напишу что это паттерн а это текст да чтобы не не путать вот топа и вот это п да спасибо паттерн текст ничего что такое понимали хэш функция от строки с здесь п обычно это какое-то простое число небольшое простое небольшое число м это ну тоже часто простое но совсем не обязательно давайте что простое простое большое число вот а вместо с это вместо как бы буквы да мы же не можем букву умножить на число здесь имеется ввиду что мы берем вместо буквы либо ее код вас к таблице там число от ряда 255 либо же мы будем считать что каждой букве соответствует ее номер в алфавите скажем если мы алфавит abc и так далее до z то каждая буква характеризуется номером от 0 до 25 то есть это это либо номер давайте напишем так либо номер вас к таблице то есть на самом деле это просто int от с и т если просто прикат ну если у меня с хранится в строке как массив чаров то я могу прикосновать чар кинту это собственно и будет ну виде виде числа числовое значение просто равно номер у вас к таблице либо же можно считать что это номер в алфавите номер в алфавите если наш алфавит более узкий чем вся аске таблица то можно считать что значение с ок они чуть меньше чем там вот эти вот большие числа из аске там от 0 до 25 ну я напишу так я напишу в наших предположениях что алфавит это маленькие латинские буквы я начну здесь с это минус а плюс 1 с это минус символ а плюс 1 если я вычту из текущего символа первый символ алфавита то я пошел то я получу смещение между ними то есть как бы номер этого относительно ашки и еще я прибавлю единицу чтобы у меня здесь не было нулевых слагаемых потому что если допустим у меня какая-нибудь буква ну скажем вот этот буква а тогда у меня вот этого старшего слагаемого вообще как бы нету и остается только все остальное то есть как будто бы дописывание ашки в начале слева да вот вместо старшего стала левая символа нам зануляет слагаемое мы такого не хотим поэтому вот эту единичку я буду прибавлять пока нет вопросов вот так определили понимание хэш ну давайте будем считать что мы его определяем вот так через номер в алфавите то есть это это в общем виде если у вас если у вас алфавит какой-то большой если он у вас маленький то лучше делать вот так просто потому что меньшее значение у вас будет для эссок например если мы работаем в нашем алфавите алфавит сигма это а b c и так далее газет то довольно разумно класть п что-то типа 31 например это простое которое чуть больше чем размеров размер алфавита больше чем размер алфавита и тогда на самом деле вот то выражение давайте его перепишу с 0 на вот это вот ну короче так вот такой полином на самом деле от ps коэффициентами из из строки его можно рассматривать как просто какое-то число в паичной системе счисления где цифры это вот эти вот буквы мы переходим в паичную систему счисления используем только первые 26 цифр в этой системе и соответственно так соль здесь не 0 и минус 1 ну и складываем их вот с такими коэффициентами здесь единственное что одни нет здесь даже все хорошо да потому что старшие то есть самые левые цифры будут с максимальными с максимальными степенями p перемножаться то есть по сути это просто число в паичной записи паичной системе счисления ну и понятно что если у меня есть два числа в паичной системе счисления которые точнее две строки которые различны то им будут соответствовать два разных числа в паичной системе счисления вот если я пока что не беру ничего по модулю то просто разным строчкам будут соответствовать разные числа в паичной системе счисления ну потому что если у меня есть какие-то две разные строки то они различны как числа в паичной системе счисления значит им соответствуют разные вот эти выражения то есть если бы мне мы ничего не брали по модулю то у нас было бы идеальное хэширование которое не склеивать никакие разные строчки Но все-таки иногда мы берем по модулю, точнее очень часто И отсюда, конечно, могут возникать коллизии Когда у вас вот эти выражения возможны и различны Вот эти полиномы Но после взятия их по модулю у вас что-то там склеивается Так, ну, наверное Сейчас, сейчас, сейчас Я скажу что-нибудь такое Пусть m это случайное число Из отрезка, скажем, 10 девятый, 2 на 10 девятый Ну, мы не знаем пока какой брать модуль Вот давайте скажем, что он будет браться случайным образом То есть случайное равновероятное число из этого интервала Как-нибудь мы его там генерируем с помощью rand Или чего-нибудь Как мы умеем генерировать случайные числа Тогда мне хочется сказать, что более-менее у нас будет получаться Равномерное распределение на остатках определения Когда мы берем вот эти вот числа в пышной системе Давайте мы, наверное, не будем это доказывать Все равно у нас еще тервера У вас еще тервера вроде как не было Я скажу следующее Значит, вот это вот выражение Процент m Близко к равномерному Распределению На, ну там, на отрезке от 0 до минус 1 То есть так, неформально Если вы берете все вот эти вот хэш-значения для, ну там, для всей строки И берете по какому-нибудь случайному модулю То вы получаете какое-то случайное число из вот этого отрезка И, соответственно, если у вас модуль большой То у вас есть большое пространство для маневра И когда вы хэш-значения посыпаете как-то равномерно вот здесь У вас как бы вероятность коллизии минимально возможна Когда у вас хэш-значения равномерно может принимать все вот эти значения Это значит, что когда вы берете два какие-то ключа То есть две какие-то строки Тогда вероятность их склейки То есть вероятность коллизии у них минимальна Да, спасибо, что-то я последний микс не люблю Вот, но мы не будем это доказывать Просто такая интуиция, что Такое хэширование плюс-минус хорошо работает Ну и тогда мы будем говорить Тогда можем говорить что-то примерно следующее Что если Ну, например, мы посчитали хэши у двух каких-нибудь строк H от S и H от T И у них хэши не совпали То заведомо эти строки различны S не равно T Ну, потому что для одинаковых строк, конечно, вот эти выражения совпадают Значит, и их процент по модулю остаток определения тоже, конечно, совпадает А если же хэши совпали То, ну, мы не можем уверенно сказать, что строки равны Но мы можем быть в этом уверены с большой вероятностью Следовательно, S равно T с большой вероятностью С большой вероятностью Ну, один на, сейчас, один минус одна МТ Примерно Вот здесь будет какой-то, здесь будет какая-то константа В зависимости от длины этого интервала Ну, примерно вот такое Значит, если у вас распределение на этом отрезке равномерное То вероятность того, что вы два какие-то числа Что какие-то два числа после взятия по модулю М склеятся Она вот такая То есть один минус того, что они попадут во что-то одно Вот, и здесь мы не можем быть абсолютно уверены в том, что у нас все идеально Все хорошо работает Всегда возвращается правильный ответ Но мы будем предполагать, что нам такой уверенности достаточно в правильности результата Значит, если у меня есть какая-нибудь задача Где меня просят сравнить какие-нибудь две строки Или, ну, в общем, две чего-нибудь Две подстроки какого-нибудь большого текста Я могу вместо их пассимольного сравнения Могу взять их хэши, сравнить их И на основании равенства или неравенства хэшей Сделать вывод о том, равны ли исходные строки И быть в этом достаточно уверенным Вот с такой вероятностью Вот, ну и мы будем, как бы, все алгоритмы на хэшах Они как-то так и работают Они всегда могут немножко ошибаться Но с маленькой вероятностью И, соответственно, с большой вероятностью Они возвращают правильный ответ Вот, на это мы и будем опираться Когда будем искать вхождение шаблонов в текст Так, ну давайте их искать Во-первых, нам нужно научиться Хотя, нет, давайте сразу, значит, скажем Как будет работать алгоритм Рабина Карпа Вот есть у вас некий шаблон P Паттерн, да, я его назвал Паттерн Какая-нибудь, например, маленькая строка И есть большой текст T Текст Нам нужно найти все вхождения паттерна в текст Давайте мы сделаем следующее Мы поприкладываем вот этот шаблон Везде, где только можно То есть возьмем все подотрезки вот такой длины В моем тексте Посчитаем у них у всех хэши И для всех мест, где хэши совпали У вот этой подстроки и у шаблона Мы скажем, что вот здесь появилось вхождение шаблона в текст И каждое такое вхождение В каждом таком вхождении мы будем вполне себе уверены Вот если m число порядка 10 в 9 То мы будем в каждом вхождении уверены с вероятностью Типа 1 минус 10 в минус 9 Ну, короче, это хорошая вероятность Хорошая, как это Хорошая уверенность в правильности ответа Значит, логритм такой Пусть h Как это назвать? Ну, пусть h это, да, наш полиномиальный хэш Полиномиальный хэш Тогда мы рассматриваем Все подстройки текста Нужной длины Длины паттерн Такой, как у паттерна Если хэш То есть, если у очередной подстрочки Хэш такой, как нам нужно То есть, если h от подстроки Равно h от паттерна Тогда нашли вхождение Вхождение Ну, а если они неравны То, конечно, вхождения нет Вот такой простой алгоритм Здесь единственное, что нужно понять Это как считать хэши для всех подстрок нужной длины Если мы научимся считать хэши для подстрок Как-нибудь быстро За вот единицу То это все будет работать за Длину шаблона Длина паттерна Плюс длина текста Просто за линию от размера входных данных Мы посчитали хэш для паттерна Потом перебрали все подстройки Которых линейное количество длины текста Ну, их точнее, в точности Текст минус паттерн плюс один Количество подстрок Такой длины вот сюда Это длина текста Минус длина паттерна плюс один Ну, и для каждой строки Мы находим хэш Сравниваем их И если совпало То говорим, что получили вхождение Так, значит, сейчас найдем хэши всех подстрок Давайте я скажу, что текст Это вот такая строчка Т0, Т1 и так далее Т, N минус первая И давайте мы скажем, что пусть Pref it Это хэш от строки Т0 и так далее ТИ Значит, мы найдем хэш-функции Для всех префиксов строки t Как это сделать? Это сделать очень просто База у нас будет вот такая Что pref 0 это просто t0 Да, если мы смотрим на выражение Для хэш-функции Для одного символа Это просто он сам Ну, здесь имеется в виду Что это как бы Я преобразовываю, как обычно, символ в число То есть это либо номер в воске таблицы Либо t0 минус а плюс один Чтобы не возникало лишних нулей Ну, а дальше Если у меня есть какой-нибудь pref it И я хочу посчитать pref и плюс первое То, значит, как у меня отличается Вот это выражение от следующего Плюс что? Да, вроде так Значит, умножить на p плюс новый символ И все это не забываем взять по модулю m Опять m не влезло Ну, потому что, когда мы дописываем справа одну буковку У меня вот эти степени p все слева увеличиваются на один И здесь последнее слагаемое будет плюс как раз t и плюс первое Ну, вот, получается такая форма Поэтому мы можем посчитать хэши всех префиксов Ну, а дальше, если мы хотим найти хэш какого-то подотрезка Какой-то подстроки Стейл по tr Значит, нам что нужно сделать? Нам нужно будет вот это умножать на p в степени Типа r минус l Это умножать на p в нулевой степени Давайте я напишу формулу Мы поймем, что это работает И победим Так, минус Преф Теперь несу Значит, надо понять, в какой степени будет p-шка здесь Просто? Да, давайте для нуля проверим Значит, здесь s0 входит с p в степени r минус 1 Нет, просто r Здесь будет s0 на p в степени r минус 1 А здесь s0 будет на p в степени Почему r минус 1? Это просто r Да, просто r А здесь будет l минус 1 И здесь нужно еще плюс 1 прибавить Вроде так Вот, ну то есть Почему это работает, да? Мы знаем Давайте нарисую вот так вот Есть у меня строка с t0 до tr Я знаю ее хэш И знаю еще хэш вот этот вот С t0 до tl минус 1 Значит, мне нужно оставить Вот эти вот последние слагаемые В той большой сумме Потому что они все будут правильные А слагаемые с t0, которые соответствуют t0 и так далее tl минус 1 Мне нужно вычесть Но при этом Там степень p-шки сдвинется Да, то есть здесь Если было В большой строке t0 на p в степени r А в маленькой t0 на p в степени r То мне нужно умножить Чтобы все вот эти слагаемые уничтожились На вот такую степень p Ну, конечно, да Вот Таким образом, если у нас есть Значение всех Хэши для всех префиксов То мы можем найти Хэш для любого подотрезка То есть для любой подстроки За единицу Мы знаем вот это Мы знаем вот это Ну, при условии, что у меня посчитаны Где-то все степени p-шки Я могу найти за вот единицы Я вычитаю два числа Там умножаю одну из них на степень p Получаю ответ за единицу То есть здесь еще предполагают Что степени p я тоже предпочитаю p, p в квадрате, p в третье И так далее Все до там p в степени Так, есть ли вопросы По тому, как мы хэши нашли Для подстрок Да, если l 0 То у нас на самом деле Спрашивают хэш для какого-то префикса И мы это уже просто знаем В free of water То здесь это работает Да, только если l больше нуля Больше на единице, можно сказать Если l 0, то просто нужно вернуть Pref at r Ну вот, собственно, и все Мы научились считать хэши для подстрок за единицу Сравниваем хэш подстроки с хэшом паттерна Если они совпали, то говорим, что вот у нас тут вхождение Или там добавляем единицу к ответу Если нас интересует просто количество Вот, работает это за линейное время Ну потому что мы все префиксы посчитали за линию И потом для каждой подстроки Мы тоже находим значение хэша за от единицы Их линейное количество получается тоже линии Так, тут все хорошо? Вот, ну хэши такой Полименальный хэши такой Довольно мощный аппарат Который позволяет много чего решать Но, к сожалению, иногда ошибается Вот с какой-то вероятностью Там может быть неправильный ответ Но тоже ничего Мы в принципе Такая уверенность в результате Нас может вполне устраивать Так, тогда едем дальше Давайте Да? Еще раз Ну не можем Не влезем, к сожалению Потому что если у вас здесь там, не знаю Сто ашек, а здесь тысяча ашек И у вас хэши постоянно будут совпадать И вы их будете попарно сравнивать То вы по сути просто Ну у вас будет наивный алгоритм Проверки всех вхождений То есть вы здесь Сто сравнений делаете Здесь сто, здесь сто и так далее Это будет сильно дольше То есть здесь Даже если хэши совпали И вы хотите убедиться в том Что это реально правильные строки Вы не можете их Напрямую наивно сравнить Потому что Ну тоже будет долго работать То есть это не будет отличаться От исходного наивного решения Когда вы просто все по строке Перебираете и сравниваете за линии Так, дальше едем Давайте префикс функции Опять есть какая-то строка С0, С1 и так далее Тогда префикс функция Я ее буду изучать через пи Это набор значений Пи0, Пи1 Ну или там Пи нулевое, Пи первое И так далее Пи n минус первое Набор значений Вот это вот префикс функция Для строки с Где пи и т это следующее Пи и т это длина Максимального собственного суффикса Строки с нулевого по этой символ Которая равна префиксу той же длины Длина максимального собственного суффикса Строки С0 и так далее Си Который совпадает Или, ну да, который совпадает С префиксом той же длины Так, слова префиксы, суффикс Никому не смущают На всякий случай Суффикс это несколько последних символов То есть какой-то конец Конечный отрезок Префикс это какой-то начальный отрезок Несколько первых символов Прочитанный всегда слева направо Значит Нас интересует Вот в каждый момент времени Когда мы рассматриваем префикс длины и Точнее длины и плюс один Символы с нулевого по и Нас интересует самый длинный Собственный То есть суффикс отлично от всей строки Потому что мы всегда можем взять С нуля по и Это будет и суффикс, и префикс Который равен сам себе Это неинтересно Поэтому мы рассматриваем здесь Собственный суффикс Значит нас интересует какой-то суффикс Который равен префиксу той же длины То есть вы вот здесь Взяли несколько символов И здесь взяли такое же количество символов И вот эти строки равны друг другу Если мы их читаем слева направо. То есть там здесь написано А, Б, Ц, Д, и здесь написано А, Б, Ц, Д. Они могут вот так вот перекрываться, то есть могут быть в них общие символы, могут не перекрываться, может быть что угодно. Вот. Ну-ка, давайте какой-нибудь пример. Вот что-нибудь такое. Такая строка из А, Б, давайте посчитаем для нее префикс функции. Ну, в начале всегда будет ноль в сайте, потому что когда мы рассматриваем строчку из одного символа, там нет ни одного собственного суффикса, кроме пустого. Мы считаем, что пустая строка является и префиксом, и суффиксом любой строки, поэтому здесь можно считать, что мы берем пустой суффикс, пустой префикс, они друг другу равны, поэтому мы пишем вот эту нулевую длину. Значит, здесь тоже будет ноль, потому что ничего взять не получится. Здесь будет единица, потому что в этот момент времени мы можем взять суффикс длины 1 и префикс длины 1. Они будут совпадать, мы здесь пишем эту единичку. Тут будет 2, потому что здесь уже суффикс длины 2 равен префиксу длины 2. И никакой большей не получится так сделать. Здесь, кажется, будет ноль. Да, потому что ни А, Б, Б не начинается, строка не начинается ни с А, Б, Б, ни с Б, ничего не получается. Тут можно предложить А, тут можно предложить А, Б, а здесь можно предложить А, Б, Б. О, нет, сори, нельзя. Тоже ноль, да, получается? Так. А, А. Вот здесь будет 1, 2, 3 в конце. Да, потому что здесь в конце можно предложить А, Б, А, и здесь тоже будет А, Б, А. И больше вроде ничего не получится, потому что, например, А, А нигде левее не встречается. Ну вот, как-то так это определяется. Пока не очень понятно, зачем это нужно. Вот, но давайте предположим, что у нас есть какой-то алгоритм, который за линейное время находит нам префикс-функцию. Мы его чуть позже построим. Но пока давайте считать, что пусть есть алгоритм, находящий префикс-функцию за время, линейное от длины строки. Так, тогда вспомним задачу про вхождение шаблона в текст. Мы можем решить ее так. Мы можем написать шаблон, решеточка, текст, где решеточка — это какой-то специальный выделенный разделитель, которого больше нигде нет. Ну, например, да, если у вас есть текст из маленьких латинских букв слева и справа, то можно сюда смело вставлять прямо решетку, которая там, shift-3 или что-то такое. Символ, которого нет нигде ни слева, ни справа. Построим на этой строке префикс-функцию. И тогда все позиции, где PIT равно длине шаблона, и будут нам давать вхождение этого шаблона в текст. Ну, давайте я нарисую такую картинку. Есть слева шаблон, потом решетка, потом текст. Если в каком-то месте вдруг мы нашли значение префикс-функции, равное длине шаблона, это значит, что вот эти вот последние столько символов равны вот этим первым стольким символам. Получается, у меня в точности вот эта строка укладывается вот сюда. Они равны, поэтому вот здесь вот заканчивается очередное вхождение для моего шаблона. И если найду все такие позиции, где PIT равно длине шаблона, я найду, собственно, все их возможные вхождения в мой текст. Вот везде, где PIT равно длине, у меня получилось вот вхождение, вот вхождение и вот вхождение. Да. Скорее всего, незачем. Хэши, они, ну, возможно, чуть проще, потому что вот алгоритм префикс-функции, ну, он чуть сложнее, чем полимеральное хэширование. Вот, хэши скорее будут нужны, ну, нужны в задачах, где вы не можете ничего придумать с помощью вот там префикс-функции, как-то хитро там придумать так, чтобы у вас просто сводилось нахождение префикс-функции. А вот хэшами очень просто. То есть хэши, они позволяют вам делать не только это, ну, и, например, сравнивать любые две подстроки в строке. Например, если у вас длинный какой-то ZX, вас спрашивают, правда ли, что вот это вот там с L1 по L2, по R1, равно подстроке с L2 по R2. Вы считаете, хэши сравниваете? А префикс-функция так не умеет. То есть хэши, они чуть более мощные. Ну да, RobinCarp, он ничем не лучше, чем вот это вот решение через префикс-функцию. Так, ну и здесь последнее замечание, что из-за того, что мы здесь поставили решетку, как раз-таки значение питое больше, чем для наш облона, в принципе, невозможно. То есть вот здесь вот больше быть никак не может, потому что если где-то питое больше, чем для наш облона, давайте нарисую красненьким, где-то здесь питое большое, тогда соответствующий префикс длины больше, чем паттерн, он обязательно содержит эту решетку. Но тогда такая строка не может быть равна такой, просто потому что эта решетка никуда направо не переносится. А если вот эти две красные строчки равны, то эта решетка должна быть где-то здесь в частности, но ее нигде больше нету, кроме как вот этого единственного места разделения шаблона и текста. Поэтому значения больше, чем длина шаблона не достигаются, а равные длине шаблона как раз означают вхождение шаблона в текст. Вот, поэтому, чтобы в очередной раз решить задачу о вхождении шаблона в текст, достаточно научиться находить префикс-функцию за линейное время. Так, ну хорошо. Давайте я для краткости вот это вот все выражение, суффикс равный префиксу, буду называть супрефиксом. То есть это вот как раз такая картинка. Это такой суффикс, который равен префиксу той же длины. Для краткости буду говорить супрефикс. Что мы можем тогда сказать про префикс-функцию? Значит, вот пусть нам известно и 0, и так далее, и и минус 1. Известно. Мы будем искать следующее пи и т. Значит, это сейчас алгоритм нахождения префикс-функции. Алгоритм нахождения префикс-функции. Значит, мы ищем пи и т при известных всех предыдущих. Первое замечание такое, что пи и т не может быть больше, чем предыдущие пи минус 1 плюс 1. Потому что пусть есть какой-то пи и т, то есть пусть есть какой-то супрефикс в строке с нулевого по этой символ. Вот есть какой-то супрефикс. Давайте я его нарисую как-нибудь вот так. Еще покороче. Вот эти две строки равны, и они имеют длину пи и т. Тогда, если я ограничусь только первыми и символами, то есть отброшу последний, тогда у меня все равно вот эта подстрока будет равна вот этой. То есть, когда я отбрасываю по одному символу справа из обеих подстрок, у меня все равно получаются равные строки. И поэтому в частности, то есть это неравенство можно переписать так, поэтому в частности пи и т отличается от пи минус 1 не больше, чем вот так. Вот. Значит, еще раз. Если мне известно пи и т, то я могу отбросить последний символ, у меня останутся равные строки, и тогда вот здесь вот уже будет написано пи минус 1, оно равно хотя бы пи и т минус 1, потому что мы всегда можем отбросить один символ и получить супрефикс. Возможно, есть какой-то больший, да, то есть, возможно, вот эти вот строчки равны. То есть, возможно, пи минус 1 еще больше, но главное, что не меньше, чем пи и т минус 1. Понятно? Хорошо. Так, это же вроде эквивалент неравенства. Отлично. Так, то есть, первое замечание, что вот в этом нашем массиве пишки, если мы увеличиваемся при проходе направо, то есть, когда мы идем слева направо, у меня значения могут увеличиться, но максимум на единичку. Вот тут после единицы была двойка, после двойки была тройка. Больше, чем на один, они увеличиться не могут. То есть, всегда увеличение, оно небольшое, максимум на один. Дальше. Дальше. Ну, собственно, то, что мы уже почти заметили, супрефикс для строки s0 и так далее, s, i, без последнего символа. Это супрефикс для s0 и так далее, s, i, минус 1. Вот, то есть, если у меня есть какой-то супрефикс в позиции i, какая-то такая строчка равна вот такой строчке, я могу отбросить один символ с конца в обеих этих строчках и получить супрефикс для предыдущей позиции, то есть, для строки s0 и так далее, s, i, минус 1. Значит, чтобы найти самый длинный супрефикс вот здесь вот, нужно попробовать найти самый длинный супрефикс вот здесь, который расширяется по одной буковке вот здесь вот и вот здесь вот справа. То есть, нужно найти такой супрефикс для предыдущей позиции, то есть, для позиции минус 1, такой, что следующие символы вот здесь вот за префиксом и за суффиксом будут одинаковые, что там будут написаны одинаковые символы. Вот, и ровно таким алгоритмом мы и будем пользоваться. Мы возьмем в этой позиции, будем перебирать все супрефиксы в порядке убывания длин, и самый длинный супрефикс, за которыми идут одинаковые символы, то есть, вот этот символ будет равен вот этому новому S1. мы будем считать супрефиксом для всей строки с 0 и так далее с это вот давайте тогда наверное перерыв 5 минут попробуем сделать и напишем этот код и так едем дальше нам нужен алгоритм нам надо написать какой-то код я объяснил что для того чтобы найти максимальный супрефикс позиции и мы можем перебрать все возможные супрефикс в позиции и минус один и взять из них тот самый длинный который продолжается направо символом sp то есть взять такую самую длинную строчку вот здесь вот равную префиксу соответствующему что следующий за ним символ равен с этому давайте просто напишем и помимо что это работает быстро значит ну не знаю целиком код наверное напишу я префикс функция фанкшен от строки с ну давайте я передам по константной ссылке посчитаем не длину как там это пишется с . сайс до вроде заведу ответ где буду хранить значение префикс функции по длины n так задних парт видно или крупнее написать хорошо смотрите значение вектора по умолчанию заполняются нулями поэтому по нулевой у нас уже правильно посчитано мы считаем что пи 0 всегда это ноль поэтому есть смысл работать только для и начиная соединиться так ну чего нам нужен самый длинный супрефикс предыдущей позиции который продлевается значит ну у которого следующий символ это с это давайте я сначала возьму тогда просто п и минус 1 и теперь мне нужно каким-то образом то есть вот это вот длина самого длинного супрефикса предыдущего на заканчивая в предыдущей позиции теперь мне нужно как-то перебрать все возможные супрефиксы давайте нарисуем картинку и вот есть и минус первая позиция есть тут какой-то супрефикс вот это вот равно вот этому а мне интересуют все возможные супрефиксы то есть если есть какая-нибудь вот такая строка равная такому префиксу там нет нужно перебрать если есть такое равно вот этому нужно перебрать и так далее вот мне нужно как их все найти то есть мне нужно как бы перебрать все супрефиксы в порядке убывания их длин где первым неизвестен самый длинный а все остальные пока неизвестно их нужно найти прелесть в следующем что чтобы найти скажем второй по длине супрефикс можно посмотреть просто на значение префикс функции вот в этой точке потому что эти две строчки одинаковые вот этот суффикс равен этому префиксу и мне что нужно мне нужно взять второй по максимальности супрефикс то есть максимальный супрефикс вот здесь ну кроме ну да просто максимальный супрефикс вот здесь потому что больше ничего братья не могу точно а вот эти вот символы ну а здесь не нужно просто взять несколько максимально возможно количество символов так чтобы они были равны вот этому вот отрезку то есть мне просто мне просто нужно взять 2 по максимальности супрефикс и поскольку и две строчки равны и я знаю максимальный супрефикс здесь то это в точности то что мне нужно а второй по максимальному супрефикс вот здесь это просто точнее вот во всей строке длины минус 1, точнее, до минус первой позиции, это просто максимальный супрефикс вот здесь. Давайте запишем. Значит, второй по длине супрефикс для s0 и так далее с минус 1 имеет длину, сейчас скажу, пи с индексом, значит, тут будет пи минус 1, вот такое что-то. Вот так. Значит, еще раз, пи минус первая — это длина вот этого самого длинного супрефикса, поэтому вот эта позиция — это пи минус первая минус 1, если мы в нольной индексации живем. И теперь меня интересует самый длинный супрефикс, который здесь есть. Ну а мы его уже посчитали с помощью префикс-функции. И вот это вот в точности то, что меня интересует. Если я хотел перебирать супрефиксы порядка убывания длин, а вот это второй по длине, то мне нужно посмотреть его, потом посмотреть третий по длине, который считается точным так же, нужно навесить пи шку и вычесть здесь единицу. И так далее, и так далее, пока не набью такой супрефикс, что следующий за ним символ — это s и t. Вот это понятно? Утверждение. Плюс-минус. На примере. Давайте попробуем. Смотрите, самый длинный супрефикс вот в этой позиции, давайте я считаю, что это е минус 1. Здесь самый длинный супрефикс выглядит вот так. Аббатсаба равно аббатсаба. Дальше. Меня интересует второй по максимальности супрефикс вот в этой позиции. Ну, понятно, что вот это аббатсаба. Нужно вот это вот взять. Больше вроде ничего в конец… Ну, больше никаких супрефиксов нет. То есть больших длин супрефиксов нет. Ну, и как раз получается, что чтобы взять максимальный супрефикс во всей строке, второй по максимальности точнее, нужно взять просто максимальный супрефикс вот здесь. Потому что вот эта строка — то же самое, что вот эта. И максимальный супрефикс второй по максимальности во всей строке — это первый по максимальности вот здесь. Ну и как раз мы берем максимальный супрефикс в abacaba. Он имеет длину 3, потому что здесь значение префикс функции равно 3. Вот это вот π равно 3. Вот здесь вот π равно 7, потому что abacaba прикладывается. Ну и как раз получается, что второй по максимальности супрефикс — это… Ну вот давайте напишем π и минус 1. Это 7. Потом я вычитаю единицу, получается 6. Значит, мне нужна шестая позиция. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в ней беру префикс функции, она равна тройке. Значит, тут написано, что второй по максимальности супрефикс во всей строке имеет длину 3. Ну да, как раз вот это вот аба-цаба, то, что мне нужно. Вот пример. И мой алгоритм будет делать следующее. Значит, он взял какое-то g, равное вот этому индексу сначала, p-1. И пока символ, следующий за вот этим супрефиксом длины g, не равен s и тому. Так, по-моему, пока здесь g, да, g больше нуля, и s житая не равно s и тому. Поэтому мы делаем g равно вот то преобразование, которое тут написано, p от g минус 1. То есть, если я знал длину какого-то супрефикса, самого длинного, который меня интересует, и следующий символ за ним не равен тому, чему нужно, то есть, еще раз, вот у меня была такая строка, я знаю, что здесь какой-то супрефикс длины g, то есть, равный вот этому префиксу длины g. И следующий за ним символ, то есть, символ на позиции g как раз, вот здесь g, не равен тому, чему нужно, значит, мне интересен супрефикс, нужно взять более короткий. Ну, а более короткий я беру вот по той формуле, как второй по длине супрефикс, это просто применение префикс-функции к вот этому самому супрефиксу. В позиции g минус 1, p от g минус 1. Вот, то есть, я так скачу по супрефиксам в порядке убывания их длин, пока не встречу первый, за которым символ такой, какой нам нужно. Соответственно, после while я выйду из while, если g стало равно нулю, то есть, если я перебрал все супрефиксы и не нашел ни одного хорошего, либо, если я нашел какой-то супрефикс g, такой, что после него стоит правильный символ. Вот, давайте перейду сюда. Сюда, наверное. Значит, после while я проверяю, что если g это равно и сытому, то я увеличиваю g и в конце говорю, что пи это равно g. То есть, после этого while я нашел самый длинный интересный супрефикс, хороший. Если действительно после него стоит символ, какой нам нужен, то я увеличиваю эту длину, то есть, был у меня там супрефикс длины 5, за которым стоит нужный символ. Значит, ответ это 6, да, нужно увеличить ответ на единичку. Ну и кладу, что мы нашли пи этое, что оно равно g. Так, ну давайте на примере посмотрим, как это работает на той же аба-цаба-даба-цаба. Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Даже нет, я хочу вот так сделать. Давайте я сначала напишу префикс функции до вот этой позиции включительно. 1, 0, 1, 2, 3. Вот, и мне теперь хочется посчитать, скажем, что? Вот тут? Не, он так единица, это значит, что один символ, просто а. Все хорошо вроде. Так, ну давайте вот такую строчку рассмотрим. Хочу найти здесь префикс функцию. Как работает мой алгоритм? Значит, и это вот здесь, и минус 1 это предыдущее, соответственно, я говорю, что g равно 3. Еще раз, на каком? Вот здесь? Потому что мы рассматриваем только собственные подстроки. Итак, в этой позиции мы говорим, что изначально g равно на тройке. Еще раз, что такое g? Это какой-то супрефикс предыдущей позиции. Вот аба в начале и аба в конце стоит. Имеет ли ну 3. Вопрос, можно ли продлить эту строчку одним символом направо? То есть, правда ли, что вот это равно вот этому? К сожалению, нет. Поэтому наше g нужно уменьшать. Нужно попробовать взять следующий по длине супрефикс. Следующий супрефикс имя длину 1, потому что больше никаких супрефиксов вот здесь вот нету. Есть вот это вот аба, и дальше есть только а, потому что b, а не является супрефиксом. Но если я применю вот это вот преобразование, g равно p от g минус 1, у меня как раз будет p от 2, то есть 0, 1, 2, единица. Как раз я взял следующий по длине супрефикс. Вот, следующий по длине супрефикс имя длину 1. Опять вопрос. Вот я нашел какой-то супрефикс. А можно его продолжить? Вот правда ли, что вот здесь вот и вот здесь одинаковые символы? К сожалению, нет. Поэтому опять нужно уменьшать текущую длину супрефикса и брать следующий по длине. Я беру g равно p от 0 уже, и это будет 0. Все. Я понял, что ни один супрефикс предыдущей позиции мне не подходит. Я закончился в нулевом супрефиксе, то есть в пустой строке. Ну и дальше единственная надежда — это получить единичку в качестве ответа. Вот здесь вот написать единичку. Но это работает только в случае, когда первый символ, точнее нулевой, равен и тому. Если они равны, то я увеличиваю g до единички. Вот здесь вот g равно единице. И кладу его вот сюда. Единица будет написана на месте по и. Вот так работает алгоритм, например, на такой строчке в позиции и. Так, окей. Хорошо. Но остается оценить асимптотику, понять, почему это работает быстро. Так, ну это вроде просто. Значит, давайте посмотрим на этот код и на вот это значение g. Значит, оно увеличивается максимум один раз на каждой литерации цикла. Это как раз соответствует тому, что, вот то, что я писал, да, что пи следующее не больше, чем пи предыдущее плюс один. Да, то есть каждое следующее значение префикс-функции максимум на единицу превышает предыдущее. Значит, g, оно довольно редко возрастает, но может довольно сильно убывать, когда я вот здесь вот схожу в цикл. То есть здесь каждая итерация for, она, в принципе, может работать больше, чем от единицы, потому что этот while может занимать там много итераций. Вот здесь вот мы можем g уменьшать, 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 много раз применяя префикс-функцию. Но потом, если я много раз вдруг уменьшал эту префикс-функцию, то тогда в конце и результат будет маленьким. То есть если я g много раз уменьшал с помощью префикс-функции, pg-1, и потом максимум увеличил единичку, но тогда в конце вот этот результат будет маленький. То есть чем больше у меня было итераций while, тем меньше будет вот здесь результат p и t, а значит на следующей итерации, для следующего i, у меня этот цикл будет работать, ну, там, чуть меньше. Потому что если исходная j, чем меньше исходная j, тем меньше здесь будет итераций, возможно, значит, тем меньше будет время работы. Вот, поэтому что можно сказать? Можно сказать, что суммарно цикл while работает у от n времени. Потому что каждая итерация цикла while уменьшает текущее значение p хотя бы на единицу. Потому что когда мы берем, когда мы меняем j на pg-1, у меня точно j уменьшается хотя бы на единичку. Ну и здесь оно максимум увеличится на единицу. То есть каждая итерация цикла while уменьшает нам значение префикс функции, а расти оно может только на единицу. Ну тогда понятно, что уменьшение максимум линейное время. То есть не может быть такое, что вы там в while какое-нибудь квадратичное время работали, то есть уменьшали, 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 а потом всего лишь на единичку увеличили j, и вдруг стало какое-то значение префикс функции. Чтобы оно не было отрицательным, вы в while можете суммарно только линейное количество раз зайти. Поэтому и, ну то есть это самая сложная часть, все остальное это просто какой-то линейный цикл с операциями за вот единицу. Поэтому и весь алгоритм работает за OATN. Значит он занимает OATN времени и OATN памяти. Согласны? Отлично. Тогда мы поняли, как строить трефикс функцию и как с ее помощью находить вхождение шаблона в текст. Напомню, да, что мы можем написать шаблон решетка текст. Найти префикс функцию для этой строки за линейное время от ее размера. И потом во всех вхождениях, где PIT, во всех позициях, где PIT на длине шаблона, сказать, чтобы появилось вхождение. Вот. И здесь уже в отличие от хэшей нет никаких вероятностей, нет никаких ошибок. Здесь все точно работает за линейное время. И это ничем не хуже, чем алгоритм Робина Карпа, ну кроме возможно сложности написания и понимания. Вот. Значит, последний подход к нашей задаче — это Z-функция. З-функция, которая, вероятно, чуть более интуитивная, чем префикс, и строится тоже чуть проще, как мне кажется. Итак, есть строка S0, S1 и так далее, S1-1. Тогда Z-функция — это опять набор чисел Z0 и так далее, Z1-1. То есть так же, как префикс функции — это набор чисел. где Z и T — это, напишу так, максимальная длина префикса вот такой вот строки, S, I и так далее, S, N-1, Который совпадает с префиксом всей строки S0 и так далее, S, N-1 той же длины. Картинка. В позиции I меня интересует максимальная длина отрезка направо, то есть что такое префикс вот этой вот строки. Это просто какой-то отрезок, начинаешься в I, и где-то там справа заканчиваешься. Вот меня интересует самый длинный такой отрезок, который равен префиксу той же длины. Вот это мне нужно посчитать. Что? Да, вот здесь 0. Да, вот это I. Понятно определение? Хорошо. Ну и, например, какой-нибудь можно сразу же сходу придумать алгоритм ZnLogN. О, нет, нельзя, да? Нет, так сходу не получится. Ну, не знаю, например, Zn квадрат можно его придумать. Можно просто в каждой позиции I пытаться расширять вот эту границу вправо. Значит, вопрос. Правда ли, что первые символы равны? То есть вот этот символ вот здесь равен вот этому символу здесь. Если да, то Zn хотя бы единица. Вопрос. А можно ли еще продлить? Правда ли, что второй, ну, точнее, вот этот первый равен I плюс первому? Если да, то Zn хотя бы двойка. Ну и так далее. Мы просто берем вот эти вот две строчки, начинающиеся в позиции 0 и в позиции I, идем направо и смотрим первое различие. Как только они не равны, то значит, что Zt мы посчитали. А пока они равны, это значит, что вот это все равно вот этому. Значит, Zt можно увеличивать, пока не найдем первое различие. Вот это работает за квадрат, потому что в каждой позиции I мы идем направо, ну, в худшем случае за квадрат. Мы идем направо и находим первое различие, которое может быть довольно далеко. Так, хорошо. Давайте так же, как раньше, там у нас был супрефикс, а теперь я буду называть Z-блок. Вот это вот безобразие. Z-блок. Значит, Z-блок в позиции I, это максимальный вот такой отрезочек, который начинается в позиции I, равный префиксу той же длины. Это будет Z-блок. Теперь алгоритм нахождения Z-функции. А, ну, давайте так, да. Как? Сейчас. Ну, не совсем. Там чуть сложнее все-таки будет переход. Сейчас, сейчас, сейчас. То есть вы хотите сказать следующее, что если вот здесь вот P равно K, то вот эта позиция на K левее нужно поставить, что Z равно K. Как-то так. Ну, да, да. Сейчас. Давайте мы не будем тратить на это время. Я скажу, что так просто точно не работает, и я сходу не могу привести пример. Подумайте, там на одном из семинаров будет задача про переход от префикс функции к Z-функции. Он все-таки чуть более нетривиальный, чем вы предлагаете. Там надо немножко посмотреть и найти какой-то пример. Там чуть сложнее переход. Так вот, значит, давайте опять сначала решим нашу задачу вхождения шаблона в текст. Начало точно такое же. Мы построим строчку паттерна решетка текст. Теперь насчитаем для этой строки Z-функцию. Z-функция для этой строки. Ну, а дальше все очень похоже. Потому что каждое вхождение паттерна, оно порождает значение Z-функции, равное длине паттерна. Вот если в этой какой-то позиции и начинается вхождение шаблона, то это значит, что в этой позиции Z-функции в точности равно длине шаблона. Ну, потому что мне нужно, чтобы вот эти вот символы были равны вот этим. А больше значений Z точно быть не может по тем же самым причинам. Потому что если где-то Z-функция больше, чем паттерн какой-нибудь вот такой, то это значит, что здесь где-то должна входить решетка, она больше нигде не входит. То есть Z ограничены длиной шаблона, и каждая равенство длине шаблона нам дает в точности вхождение в этой позиции. То есть здесь, если Z-функция равно паттерну, то в позиции и начинается очередное вхождение нашего шаблона. Все, там еще один простой способ использования. То есть если мы считаем, что Z-функция у нас как-то написана, это вот черный ящик, который мы можем использовать, тогда вот вам очень простой способ найти все вхождения шаблона в текст. Просто строим такую строчку, строим ее Z-функцию, как черным ящиком, находим все позиции, где Z равно паттерну. Победа. Нашли все вхождения. Все остается найти Z-функцию. Алгоритм нахождения Z-функции. Значит, тут нам нужно будет хранить самый правый Z-блок. То есть Z-блок с самой правой границей. Z-блок с самой правой границей. То есть здесь, если я где-то нашел какой-нибудь Z-блок, то есть вот такой вот отрезок, равный префиксу, то я смотрю на его правую границу. Если это самая большая, ну по номеру, в смысле по индексу, самая большая правая граница, которую я видел, я вот этот блок буду хранить. То есть я буду поддерживать самый правый найденный Z-блок. И с его помощью буду пересчитывать Z для всех позиций строки. Так, хорошо. Значит, самый хороший случай, когда, ну вот давайте напишу так. Пусть SL и так далее, SR, этот самый блок, этот самый Z-блок. Пусть Z-блок и так далее, Z и минус один известны. То есть мы, зная все предыдущие, хотим считать Z и T. И E лежит в отрезке с L-поэр. То есть когда-то раньше мы нашли такой длинный Z-блок, что он заканчивается правее, чем наша текущая позиция, где нас интересует значение Z. То есть все более левый Z я нашел. Нашел какой-то длинный Z-блок, вот какой-то такой. И у меня, ну, мое I лежит где-то вот здесь, в этом длинном отрезке с L-поэр. Мне нужно здесь найти Z и T. Давайте я его вот так нарисую. Вот есть мой Z-блок с индексами с L-поэртой. Это значит, что вот такая строка равна вот такой строке. Ну, той же длины. R минус L плюс один. И мне нужно найти I, точнее мне нужно найти Z вот этой точке I. Z и T. Но мне уже известно, что вот эта вот вся штука равна вот этой. То есть если я посмотрю на позицию I-L, если я сдвину всю вот эту строчку влево на L позиции, у меня, во-первых, получится та же самая строчка. Да, вот это вот равно вот этому. Получится та же самая строчка, а значит в каком-то смысле локальное вот здесь вот поведение одинаковое. То есть символы вот здесь, которые написаны, они равны вот этим. Все, что написано здесь, все то же самое, что вот здесь, ну и так далее. Поэтому как бы, ну, это почти та же самая задача. Если вот это вот все отбросить, мы решаем задачу как бы вот здесь. конечно да там справа что-то еще находится но вот локально это одно и то же потому что две строчки равны но я уже знаю значение z и минус l я уже знаю z и минус l это какой-то вот такой z-блок например вот такой что это значит это значит что вот в этой позиции начинается какой-то z-блок какая-то строка равная префиксу той же длины хотя нарисую все-таки не пересекающимися вот какой-нибудь такой но из-за равенства вот этого большого префикса вот этому z-блоку я могу здесь это же равенство изобразить точно так же вот эта строка равна вот этой на потому что два больших z-блока равны значит их внутренне вот эти вот подстройки под строки вот эти две вот эти две тоже равны поэтому точно мы можем сказать что z и t хотя бы z минус lt если конечно вот здесь вот это z и минус lt не вылезает за правую границу вот этих вот совпадающих строк если этот кусочек здесь какой-нибудь небольшой вот такой то мы можем смело его туда перенести а если бы он был какой-нибудь такой длинный то я бы не мог вопрос туда перенести потому что я ничего не знаю про совпадение вот этих символов и вот этих точнее я даже знаю что вот этот символ не равен следующему здесь потому что иначе у меня бы lr взвинулся бы вправо то есть вот это верно только в случае когда вот этот вот под отрезочек не вылезает за пределы вот этой вот левого z-блока значит я могу написать так если что вот это вот за индекс видим r минус l потому что все на l влево влево сдвинул если и плюс z и плюс l и минус l минус 1 меньше либо равно чем r минус l это я написал правую границу вот это вот блока который здесь найден у меня если это правая граница не вылезает за правую границу вот это вот r минус l то это точно значит что за ты ты хотя бы это самое за это минус льта я знаю что вот тот маленький кусочек равен равен префиксу значит и здесь это же кусочек равен этому префиксу и равен префиксу всей строки то есть это настоящий за блок если же все-таки эта штучка вылезает за наш наш предел рассмотрение то есть за r минус l то ну ничего не поделаешь лучше что можем сказать это что вот это вот равно вот этому вот префиксу и соответственно здесь тоже вот это вот равно вот этому префиксу то есть иначе можем сделать следующее иначе мы говорим что за тит больше в равно чем просто ну мы обрезаем этот z-блок на позиции р минус l потому что мы не можем сказать про следующие символы но мы точно знаем что раз вот это вот равно вот этому то и здесь тоже вот это равно вот этому поэтому здесь будет написано следующее р минус l что там минус и сейчас не р минус и до секунду я напишу вот эту правую границу минус левую плюс 1 это будет минус и плюс 1 кажется да то есть если вот этот блок очень большой и вылезает за предел р минус l то можно сказать что zt хотя бы просто длина отрезка от и минус l до r минус l который вот равен за минус и плюс 1 по длине похоже хорошо вот мы получили две такие оценки в случае когда и лежала в отрезке или мы получили либо такой сумку либо такую за это это значение z функции а ее извините извините с масса шоу r минус и плюс 1 r минус и с 1 окей и так если у меня и лежала в отрезке слепу r то у меня есть уже какая-то оценка на ответ снизу до либо вот такое либо вот такое р минус и плюс 1 или с этой минус льта причем смотрите в случае когда вот это вот это минус или маленькая вот этого строчка да она не вылезает за r минус l то я точно знаю что мне дальше даже z это увеличивать не нужно за ты это я в точность равно за ты минус l потому что вот этот символ не равен вот этому здесь какой-то x а здесь y потому что иначе за этой минус и было бы больше ну и здесь тоже самое тут x а тут y поэтому за это я точно не могу увеличивать если у меня вот этот вот случай достигается и при этом здесь даже строгой неравенства это значит что вот вот этот символ отлично от этого x не равен y но здесь тоже стоит x поэтому за этот я направо двигать нельзя то есть вот в этом случае когда здесь достигается равенства и здесь строгой неравенства я больше даже эту конечно не могу я точно знаю что если мы отличаются то есть вот этот x не равен y я z больше увеличить не могу а в противном случае когда у меня за ты-то ограничилась я написал на самом деле вот здесь вот когда я пишу что за ты-то больше ночи р минус и плюс 1 это я говорю что вот это вот все до конца прям до конца моего максимально за блока равно вот этому а дальше ничего не знаю дальше символ я вообще не рассматривал и не нужно еще посмотреть а вот это символ равен следующему вот здесь если да то продолжаю 2 2 символ равен здесь второму если да то продолжаю и так далее и мой алгоритм будет такой я просто вот нахожу такую оценку снизу и потом ее пытаюсь увеличивать то есть положился я какой-то за ты ты больше ночи мка смотрю на следующий был здесь там кота символа здесь и здесь символ к ты после и если не равна твяка увеличиваю если не равна то я завершаюсь и так увеличу 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 пока не не найду первое различие вот ну там тоже надо еще понять почему быстро асимптотика будет но с этим мы тоже разберемся пишем код z функция вот строки с берем длину где-нибудь берем ответ длины n вектор мы заводим две переменные l и r которые отвечают самому правому найденному z блоку изначально пусть там будет храниться минус единицы как знак того что мы еще ничего не нашли мы не нашли пока что никакой z блок вот дальше значит z нулевое ну вообще говоря чисто по определению то просто н нам нас интересует самый длинный z блок начинаешь с позиции 0 если мне нужно найти вот есть меня строка и нужно взять самый длинный и и префикс который совпадает с ее префиксом опять что это вся строка вот поэтому с форме точки зрения здесь можно писать n но на самом деле никогда в за это любое мы смотреть не будем поэтому пусть там лежит по умолчанию 0 и бог с ним на самом деле z 0 это неважное значение потому что но она никакой информации полезно не хранит мы там все равно сравниваем строчку саму собой это бесполезно поэтому там по умолчанию жить 0 и мы его не трогаем дальше а перебираем все ишки с единиц если и попала в отрезок если и ну так напишу иначе если l не больше чем и и и не больше чем r тогда мне нужно положить минимальность этих оценок давайте напишу следующий я просто что за ты то я изначально равно минимуму из за этой минус l запятая r минус и плюс 1 начну если посмотреть на то что мы там писали на самом деле что мы говорим до что запитает больше но чего-то в одном случае и больше на чего-то в другом на самом деле просто достаточно взять минимальность этих оценок мы получим то есть если два случая в одном случае вот эта оценка в другом случае вот это поэтому если беру так давайте быстренько заканчивать если я беру минимальную из них, то получается точно нижняя оценка на ZT. А дальше пока… Ну вот есть какая-то оценка на ZT, я хочу ее увеличивать, пока у меня не найдется различия. Пока i плюс ZT меньше n, и S ZT равно S i плюс ZT, я буду делать плюс-плюс ZT. То есть, скажем, если изначально ZT равно 1, это значит, что там первый… Ну вот i-т символ равен нулевому. Дальше я хочу узнать, а вот следующие равны или нет? Значит, я буду смотреть на i плюс первый символ, и первый символ строки. И пока они равны, я буду увеличивать ZT. То есть ZT — это как бы текущий ответ. И я буду его увеличивать, 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 пока текущие символы совпадают. Вот в этом цикле я просто найду правильное значение ZT. То есть здесь какая-то нижняя оценка на ответ, здесь я его просто наивно увеличиваю направо, пока символы совпадают. Вот. Ну и после этого while'а нужно обновить L или R, если мы нашли какой-то более правый Z-блок. Значит, давайте я это допишу. Если i плюс ZT минус 1 больше, чем R, тогда L равно i, а R равно i плюс ZT минус 1. Значит, я нашел новый Z-блок, который начинается в позиции i, имея длину ZT, поэтому его правая граница вот такая. И если эта правая граница правее, чем то, что было раньше, то я мой максимальный Z-блок обновляю. Он начинается в i, заканчивается вот в этой вот i плюс Z минус 1. Вот. Давайте тогда анализ, почему работает это за линию, обсудим через неделю. И на этом все.